Самые были у нас тяжелое время это апрель прошлого года. Были дни, когда мы выполняли за сутки всего обслуживали 4 рейса и если коснуться пассажиров, то было на вылет на прилет 165 пассажиров. Наши сотрудники работали, несмотря на то, что рейсов мало. Сегодня ситуация улучшается, но не так быстро. Как вы видите, что Европа практически вся находится в красной зоне, Россия находится в зеленой зоне. В настоящий момент в направлении Российской Федерации Москва выполняется по 5 рейсов с каждой стороны. В неделю взять до пандемии 2019 год, только в Москву выполнялось в сутки 18 рейсов и 2 рейса выполнялось в Жуковске, Подмосковье. То есть 20 рейсов в сутки. Авиакомпания Белави и Флай Дубай выполняют по 3 рейса в неделю. И мы так видим, что загрузка на этом направлении под 100%. Значит, пользуются спросом. Видно, наши граждане устали находиться дома. Ну и Европу, так сказать, готовят полеты и Черногории, и Албания. Ну а дальше все будет зависеть от, как страны будут открываться. Мы надеемся, что будет уже нам полегче. В последнее время очень бурно идет развитие информационного обеспечения грузовых перевозок. Мы развиваем соответствующие. Это применение электронной цифровой подписи и уход от оформления перевозочных документов во внутриреспубликанских перевозках. Мы перешли полностью на цифру. Что касательно грузопотоков, за последние годы очень активно развивается сегмент контейнерных перевозок. Мы видим будущее в данном направлении. Контейнерные перевозки развиваются как в транзите, так и создаются соответствующие условия для наших экспортеров по поставкам продукции на внешние рынки сбыта. Активно развивается рынок Китая, куда идут наши отправки. Отправки уже мы перешли от одиночных контейнеров до создания соответствующих сервисов, обеспечения полносоставных перевозок в адресы грузополучателей Китая. Контейнерный сегмент будет демонстрировать устойчивый рост. Пандемия, с одной стороны, сыграла на тот момент, что появилась новая грузовая база, которую необходимо перевозить. Это первый момент. Второй контейнерные перевозки дают, самое главное, четкость, скорость и в назначенный срок идет та партия груза, которую надо конкретному грузу получать. Восстанавливается сообщение, восстанавливаются объемы перевозок, пассажиры едут и железная дорога обеспечивает перевозки. Восстанавливается сообщение, в первую очередь, с Россией. С 30 апреля реализован совместный проект с российскими железными дорогами по организации курсирования поезда Москва-Минск-Минск-Москва составами «Ласточка». Реализация проездных документов уже осуществляется в настоящий момент. Все предложенные варианты и по условиям проезда, по классам вагонов, вся информация распространена на сайте нашим официальным. Пассажиры могут приобретать билеты и перемещаться в этом сообщении. Что касается противоэпидемиологических мер, то проводится работа также в этом направлении, пассажиры информируются об этом и созданы все условия для свободного перемещения граждан. Хотелось бы отметить, что в настоящее время проезд разрешен гражданам Республики Беларусь и гражданам Российской Федерации.